Уважаемые друзья, уважаемые товарищи, сегодня начинает работу Конгресс интеллигенции города Москвы. Люди поняли, а люди это интеллигенция, что так жить, как сейчас, уже нельзя. И можно жить по-другому. Люди, которые работают в общественных организациях, в сферах медицины, культуры, образования. Это люди от земли. Как я говорю, шахтеры в школах, шахтеры в вузах. Люди, которые пишут стихи, сочиняют произведения, пишут, рисуют. Люди, которые знают жизнь не понаслышке и каждый день встречаются с москвичами. Они решили обсудить, как мы живем и что надо сделать сейчас, чтобы жилось лучше, вольготнее, уверенное в будущем. И, конечно, на этот Конгресс был приглашен кандидат в мэры Иван Иванович Мельников, выдвинутый от Компартии Российской Федерации. Он выступит со своим видением и законодательных инициатив Компартии, и его в частности, и работа на улице нашей партии, работа в трудовых коллективах. Также в Конгрессе принимает участие председатель Центрального комитета, лидер Народно-патриотических сил всей Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Я только вернулся с книжной выставки-ярмарки, в которой участвуют 56 стран, все фирмы, все ведущие издательства. Мы там представляли несколько своих работ, свои газеты. Вышел в издательство алгоритм «Великолепная книга о Викторе Розе», посвященная его столетию «Свидетель века». Написал ее гениальный журналист газеты «Правда Кожемяка». Советую посмотреть и почитать, ибо из бесед с Виктором Розовым, чьи фильмы и пьесы идут во всех странах мира и признаны всеми самыми гениальными людьми, вы поймете и почувствуете его уникальную боль о судьбе нашей страны, боль интеллигенции, которая не холдствовала, а которая всегда стояла на народно-патриотических чувствах, позициях и которая вместе с нами возвысила голос в защиту своей культуры, интеллигенции. 15 лет назад, когда он, будучи председателем в похожем зале, проводил первый национальный конгресс российской интеллигенции в защиту своей державы. Там же в издательстве «Молодой гвардии» вышла моя работа «Пока не поздно». Она небольшая, всего 200 страниц. Я все лето работал для того, чтобы успеть в всемирной выставке. Там изложено пять формул исторического выживания России. Я хочу из них процитировать вам две, в надежде, что не только вы, но все ваши близкие, друзья и знакомые обязательно поддержат Мельникова, не потому, что он талантливый ученый-инженер, ученый-педагог, не потому, что он первый заместитель руководителя председателя Думы, не потому, что он имеет уникальный опыт руководства крупными коллективами, работал в МГУ в качестве одной из руководителей, где 70 тысяч студентов и преподавателей сегодня работают. Единственный от нашей Думы был председателем Комитета науки высоких технологий в Совете Европы, а потому, что он предлагает новый курс и новую политику, об этом сказал Болгарев, национально ориентированную и направленную против олигархии. Итак, первая формула. У нас осталось на огромном континенте от Балтики до Тихого океана 2% от населения планеты. Но так было угодно Всевышнему и отцам-победителям, мы сосредоточили на этих просторах 30% главных стратегических ресурсов планеты. У нас половину чистой пресной воды, тонна чистой пресной воды сегодня на европейском рынке дороже тонны отборного бензина. И вода в цене будет удваиваться каждые 5 лет. У нас только в Байкале, я не устаю переводить этот пример, 24% мировых запасов чистой воды уникальный. Если все реки мира направить в Байкал, они его заполнили только через год. У нас ровно половину хвойных лесов планеты. Если умно и грамотно перерабатывать, это дает доход 100 миллиардов долларов в год без ущербной природы. И вместе с Украиной и Белоруссией у нас половину черноземных планет. Мы в состоянии на своих землях кормить отборными продукциями 700-800 миллионов человек, а мы половину продовольствий сегодня завозим в чужих рынках, поддерживаем чужого фермера и крестьянина, причем довольно часто завозим в плохую продукцию. Значит, иметь надо в виду, что из этих 30% ресурсов, если взять 10 тысяч рудников уже освоенных, то вам принадлежит только 400. 9600 захапала олигархия, 15 кладов и рассовываете эти ресурсы по карману. За прошлый год продано в стране этих ресурсов на 16 триллионов рублей. И только 6 триллионов попало в государственную казну, которую довольно часто используют не по назначению. Если ресурсы разведанные разделить на каждого гражданина, приходится 160 тысяч долларов на каждого человека. К примеру, в Америке всего 16, а в Европе только 6. Итак, если реализовать предложение Мельникова и нашего Народно-Патриотического Союза о национализации минеральной сырьевой базы, мы можем удвоить минимум бюджет. Это даст колоссальные ресурсы для развития всей социальной сферы, для поддержки ученого, учителя, врача и инженера, в целом всех талантливых людей и организаций собственного производства. Вторая формула. На этих просторах нас осталось 143 миллиона. Если бы уберегли советскую страну, нас было сегодня 310, столько, сколько современной Америки. А для того, чтобы конкурировать на мировом рынке, надо иметь примерно 300 миллионов человек, способных производить современную, доброкачественную, наукоемкую продукцию и быть вообще на коне в этих сложных условиях. Сегодня Москва тратит на развитие промышленности и наукоемкие технологии всего 0,1%. Меньше, чем на плитку, которую кладут на тротуары. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы нам успешно смотреть в будущее, надо решить еще одну задачу. Каждая молодая семья должна иметь минимум трех детей. У меня у сына пять сыновей, у дочери трое. Я уже выполнил это поручение. Пошел просить материнско-отцовский капитал к Медведеву Путину. Они говорят, ты не рожал. Я говорю, я уговаривал, это тяжелее. Но так ничего толком и не дали. Но к чему я веду? Если реализовывать эту формулу, в семье должно быть три ребенка, а в противном случае мы не сможем контролировать этот огромный материн, его обустраивать, обхаживать и защищать, тогда надо проводить абсолютно иную политику. Это значит, молодой глава семейства должен кормить свою жену, которая будет сидеть в детском саду из трех детей и четырех престарелых родителей, как правило, пенсионеров. То есть он один должен работать за восьмерых. Что это означает с точки зрения финансово-экономической производства? Он должен иметь классное образование, полностью при государственной поддержке. Закон образования для всех, которые готовил Мельникова, Смолин, Жара Салферова, Плетнева, предусматривал это решение, но Единая Россия его не приняла, и в том числе московская власть не поддержала. Этот человек должен иметь высококлассную технику. А для этого надо строить современные заводы. Они все ругают Сталина. Перед войной мы за 10 лет построили 6 тысяч лучших на ту пору заводов. Эти за 10 лет не построили ни одного крупного наукоемкого современного предприятия, а уничтожили 75 тысяч производств. Для этого надо принимать закон о промышленной политике и размещении производительных сил. Они готовы, подготовлены нашей командой, их завтра можно принять, работали над этим самые талантливые ученые, специалисты, интеллигенты, талантливые производства. Не хотят принимать хотя бы насилие, обосновывали и убеждали. Мне казалось, вначале примут эти решения. Нет, не примут. Сегодня то ли Дальний Восток, мы приняли решение срочно оказать помощь. Но по Дальнему Востоку идет разговор очень давно. Чтобы прилететь от Владивостока в Москву, надо заплатить больше, чем от Владивостока на Сан-Франциско. Проще переехать в Китай и оттуда прилететь, билет будет дешевле. Значит, не принято решение о льготных тарифах для своих граждан, будь транспортно, энергетически, любые. И тем не менее, тем не менее, продолжают наставить на своей старой политике, политике, которую предлагает Мельников в этом плане, она совершенно современная, исключительно выгодная для своего товарного производства и своих заводов, фабрик, малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы реализовать эту формулу, надо, чтобы студент, окончивший вуз, имел первое рабочее место. Через 3-4 года знания стареют, и он не в состоянии их реализовывать. Мы подготовили закон о обязательном первом рабочем месте, о том, что не может уволить самый злой руководитель на государственном частном предприятии первые 3 года. Он должен способствовать тому, чтобы молодой специалист, половину из которых уже платят за учебу, окреп и приносил пользу стране. Не хотят принимать уже за 2 года, Иван Иванович, сколько, миллион 800 тысяч молодых людей окончили вузы и учебные заведения, на одно рабочее место сегодня 17 заявлений. Значит, 16 не в состоянии реализовать себя и свои таланты. И в результате мы платим сумасшедшую дань за эту бездарную политику. Дань, которая заключается в том, что из 16 триллионов 10 уходят в карманы своей и зарубежной олигархи. 100 тысяч детей продали, по сути дела, в рабство. И миллион 500 тысяч грамотных, талантливых, образованных вынуждены покинуть страну, работать в чужих лабораториях. На все эти вопросы есть предельно конкретные ответы. Но для этого нужен новый курс и новая команда. Что предлагают в Москве? Собянин Навальный и между ними разыгрывается партия. Я совершенно согласен с Боргой и остальными. Я могу добавить. Навальный – это абсолютно американизированный проект. Вы не можете сомневаться в моих словах, я вас никогда не обманывал. Я сосед Ельцина, он жил надо мной. Я его знаю во всех ипостасях. Я более пьяного руководителя в жизни не видел. Я ходил, убеждал на свече, уговаривал, хрипел. Не голосуйте, вы себя будете проклятать. Я видел его, который стоял у поликлиники рядом с нашим домом. Говорил, я теперь здесь стал на учете. Он туда не заходил. В Сеорали он теперь вместе с народом в общей поликлинике. Он один раз проехал на троллейбусе от метро Маяковского до Белорусского. Все орали, он теперь ездит на общественном транспорте. За ним два зела один лишь и другого приходили. Он никогда не ездил на общественном транспорте. Он говорил, вместе питается с рабочим. Он пришел в рабочую столовую, взял котлету пополам, кусок откусил, говорит, дерьмо, выгнать директора и стал расправляться над всеми. Вот, кстати, Навальный, это молодой Ельцин, только трезвый. Сто процентов та же схема. Отобрали неплохо, оттрессировали в Америке, сидел вместе с Саакашвили. Сюда привезли, сходите и хоть раз послушайте, посмотрите. Ни одного слова защиту школы. Ни одного слова защиту академии, которую убивают на корне, уничтожая нашу классную науку. Оно еще вчера давало треть мировых изобретений ни одного слова поддержку слабым нищим, детям войны и так далее. Вот эта упаковочка из семи кубиков, которые крупят слева направо, справа налево. И некоторые клюют на эту хнилую, тухлую мормышку. Спросите, кто ее выдвигал? Нет, правильно, правильно. Кто выдвигал? Кассиянов и Немцов. Немцов, мадам Тетчер, приезжала в Нижний Новгород. Супер классная промышленность была. Почти все убили. Почти все убили. Завод ЗИЛ был самый крупный в стране, 100 тысяч работало. Даже новые машины не сумели собрать за 20 лет. Красная Сормова 30 подводных лодок выпускала. Сегодня смотрим в Средиземное море, что там будет, как там будет. И будет ли новая война? Будет. Потому что никто ничего не может сказать против. У нас в свое время там стояла флотилия Средиземное море. 127 кораблей при решении вечером готовься и дали утечку. Американцы через пять часов сказали, дайте отбой. И война на утро закончилась. Мы будем следующие. За Сирией возможно Ирана. Но мы будем обязательно следующие. Два процента населения, как заявила в свое время Мадам Олбрат, не могут владеть Сибирью и Дальним Востоком. Это будет общая земля. И там сами мы будем ковыряться. 90 процентов крупной современной российской собственности находятся уже в иностранной юрисдикции. Вот я вчера проводил прямой контакт со всей Иркутской областью. Гигантские станции, великолепные заводы. Шелиховы строили мои орловские комсомольцы. Классный завод построили. Какое отношение деревянской имеет к этому? К серверам? Никакого. 90 с лишним процентов алюминия охваняется за кордон. Сейчас съежился рынок, закрывают, выгоняют шею, не платя ни копейки. Гигантской областью, лучшими ресурсами владеют люди, которые не хотят даже деньги сдержать здесь у нас. А платят, как и все, прориси подоходный налог 13 процентов. Мы вносились в Мельникову из компании, с нашей командой, чтобы они платили хоть нормальный налог. Нравится Путину Германию, пусть платит 35. Нравится Скандинавия, пусть платит 45. Нравится Франция, пусть платит 32. Но почему 13? Бедный учитель, врач и элигарх. Нигде в мире этого нет. Бандиты в Колумбии, и то платят, как положено, прогрессивный налог. Поэтому мы внесли и можем с вами провести. Но надо голосовать и поддерживать нашу команду. И завершаю. Очень важно личное участие. Если каждый из вас вместе с собой приведет 50 человек, я обзвонил всем друзьям, близким, с кем в волейбол играл, с кем в армии служил, с кем в комсомоле работал, с кем на старой площади трудился. Меня поразило. Все. Толковые, грамотные люди. Половину не хотят идти на выбор. Я говорю, и что? Ведь Ельцин не с неба свалился. 86 человек из 100 в Москве голосовали за него. Теперь никто не хочет признаваться. Или глаза отводят, когда спрашивают. Ну-то иди, исправляй положение. Что ж ты ноешь? Поэтому надо вот по ставшиеся дни по кольцу каждому пригласить друзей, близких, соседей, родственников. Я вот взял ваши газеты и весь подъезд обойду. Разнесу каждому. Отдам. Там есть программа Мельников. Там есть программа социального форума. Там есть интересные предложения. Там есть инициатива Клучкова с Московской нашей думой. Прекрасные о защите детей, о Знаме Победы. Там есть выступление Рашкина. Там есть ваша газета. Сегодня я ее представлял на выставке, кстати, Федорович. Твою газету я сегодня рекламировал. Московская правда, младшая дочь правды. Лучшая газета Москвы. У тебя будет много подписчиков дополнительно. Ну и последнее. Значит, в ближайшие 4-5 дней мы проведем целую серию мероприятий. Я благодарю Болдырева с товарищем. Он талантливый человек. Я давно за ним наблюдаю. Просто талантливый. Он счетную палату подорганизовал. Он заложил счетную палату. То, что должно реализовываться. Контроль за президентской исполнительной властью. А не выполнение их мелких поручений. Счетная палата должна иметь возможность спросить, проконтролировать. И наказать тех, кто ворует. И остановить этот беспредел. Мы завтра в Рео Новости представляем нашу программу и нашу команду поддержки Мельникова. Затем у нас состоится блестящий митинг-концерт. Белорусы, письмеры, сябры едут к нам и будут концерт под девизом. Наш адрес Советский Союз. Я надеюсь, что мы вместе с вами проведем успешно последние мероприятия. И жестко пойдем на контроль. 3600 участков по 3 человека. Но каждый особенно обращаюсь к женщинам. Восьмого утром встаете. Вы будете своих мужиков. Вот вам паспорт. Вот вам избирательный участок. Вот вам кандидатура Мельникова. Идете, голосуете. После этого только нальем по 100 грамм. Спасибо. Пожелаем успехов на этом. Спасибо. 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 Спасибо.